Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах в этом выпуске. Школа раздора в Шамхале хотят закрыть учебные заведения с единственным спортзалом в поселке. Суд за, родители против. Подробности смотрите в нашем выпуске. На контроле у медиков 49 жителей Дербенского района отравились питьевой водой. Аналогов ему не будет мультимедийный фонтан. Дербентик готовится побить множество рекордов и удивлять горожан и приезжих. И вновь отравление. 49 случаев заражения острой кишечной инфекцией зарегистрированы в селении Гиджух Дербенского района. Среди пострадавших 39 детей. Пациенты в состоянии средней и легкой степени тяжести. Четверо жителей госпитализированы в центральную городскую больницу Дербента. Остальные 45 в госпитализации. Не нуждаются и получают лечение амбулаторно. Стоит отметить, что только шестеро больных обратились за медпомощью самостоятельно. Остальных удалось выявить в ходе подворных обходов, проведенных медиками. Ситуацию на личный контроль взял министр здравоохранения республики Джалалудин Гаджи Ибрагимов. И по предварительным данным Роспотребнадзора вероятный путь передачи инфекции – это некачественная питьевая вода. Решение о закрытии школы превратилось в ЧП большого масштаба для жителей небольшого поселка. Родители, учителя и даже дети недоумевают. Прежде чем что-то написать, издать, вынести решение, должны прийти, поговорить, посоветоваться и все прочее. А не так. Вынесут решение и все. До свидания. Это не бывает. Они снимали самые плохие места. Старый туалет снимали. У нас новый туалет есть. У нас крыши не текут. Формально причиной закрытия школы стало предписание Роспотребнадзора и последующее решение суда. Здание было признано ветхим и аварийным, а его состояние не соответствующим противопожарным нормам. В связи с чем была приостановлена деятельность школы. Это за 20 дней до официального учебного сезона. Именно перед школой они закрывают школу. Почему? А где они полгода были? Вот это же я говорю. Китайцы за две недели построили больницу в Китае. А почему же у нас здесь ничего не делается? Потому что это им невыгодно. Под каким предлогом закрывается школа, чтобы ремонт сделать? Да нет, они хотят снести. По санитарным нормам она не проходит. А почему до сих пор проходила? Родители учеников решительно высказываются против закрытия школы. По их словам, школа номер 49 – единственная в поселке, где имеется нормальное водоснабжение, уютные просторные кабинеты и спортзала. В рекомендуемой властями школе условия намного хуже. Покажите нам хоть одну школу в Дагестане, которая соответствует. Которая есть и горячая вода, и холодная вода. Такого нет. Ни в одной школе в Дагестане. Не знаю, может там элитные есть, но таких обычных школ нет. Нас хотят перевести в другую школу, которая меньше намного нашей. И еще хочу сказать, спортзал единственный, который есть, это у нас в школе. В Шамхале нет ни у кого спортзала. Почему и классы у нас свободные и большие? И еще одним аргументом для закрытия учебного заведения стало соседство с железной дорогой. Но, как утверждают сами жители, школа была построена еще в советские годы. И до сих пор никто не видел никакой опасности или нарушений. Говорят, железная дорога вот здесь. Вот, например, мои дети на этой стороне живут. Мои дети идут в школу, они не переходят ни железную дорогу, ни дорогу, где проезжает какой-либо транспорт. То есть, идя в ту школу, получается, надо им перейти железную дорогу и пройти трассу и идти вдоль трассы. То есть, это уже тройная опасность для наших детей. По словам родителей, закрытие школы – это лишь полбеды. Серьезным испытанием станет еще и трехсменка. За неимение места и загруженность у других образовательных учреждений ведут третью смену. Я, например, не согласен, чтобы мои дети до восьмой ночи в школу ходили, третью смену. И ни один из родителей здесь не согласен. Три смены делают для нашей школы. Они хотят сделать три смены. Объясните, вот три смены. Ребенок будет приходить в девятом часу вечера. Здесь стабильно отключают и свет, и воду, или что-то. Девочки несовершеннолетние будут. Идти оттуда – это нормально. К собравшимся на митинге обратился начальник управления образования города. По его словам, если решений суда все же не будет оперативно отменено, то ученикам пригородной школы придется сменить место учебы. Мы хотим построить вам новую школу. Раз. Второе – у нас есть проблема сегодня здесь. У нас есть два варианта. Либо дети продолжают учиться в этой школе, либо дети переходят в 45-ю, в 47-ю школу. Мы подали жалобу апелляционную в суд, чтобы отменить это, чтобы хотя бы продлить его. Я буду уже как есть говорить, чтобы хотя бы продлить, чтобы у нас было немножко с вами время. Но это все зависит от суда. Мы сделаем все возможное для того, чтобы продлить это. Если решение суда нам удастся продлить, наши дети продолжат здесь учиться. До тех пор, пока мы построим новую школу. Если же нет, вы должны понимать, если мы не сможем, если будет решение суда, ни я, ни вы, ни один ребенок сюда не сможет зайти. Надежда на разрешение ситуации еще есть. Но родители учеников уже сейчас обещают не отправлять своих детей в другую школу. Если они до первого числа не решают наш вопрос, все дети будут идти в школу вот в эту. Нравится им, не нравится, дети будут ходить сюда. Все. Сегодня, видите, люди бунтуют, недовольные родители. И на этом не остановятся. И бардак будет. И поэтому мы просим, чтобы меры предприняли. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Шамхал. Ультрамарафонцы из Дагестана соединили столицы двух республик. Накануне вечером участники забега «Две мечети» преодолели дистанцию в 170 километров. От Джума-мечети Махачкалы до мечети «Сердце Чечни» в Грозном. Изначально дистанцию должны были пройти легкоатлеты-любители из Дагестана. Демир Салихов, Зайнуйдзин Семедов, Саида Ярахмедова и Мурат Магомедагиров. Однако на границе, оставшиеся 70 километров, вместе с ними преодолевали бегуны из Чеченской республики, которые вместе с ними одолели оставшуюся часть дистанции. На финише марафонцев встретили представители органов власти. Участникам забега вручили дипломы и денежные премии. Напомним, что цель забега – укрепление дружеских отношений между братскими народами Чечни и Дагестана. В высокогорном селе Ханох Цумадинского района открыли современный фельдшерско-акушерский пункт. Он возведен в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Всего в этом году построят 25 таких объектов на сумму, превышающую 1 миллиард 200 миллионов рублей. Открытие новой амбулатории для жителей этого отдаленного аула – событие долгожданное. Раньше в экстренных случаях здесь не знали, куда обращаться. Даже чтобы сделать прививки, приходилось преодолевать километры горной местности. Зима очень большая, снега тут бывает, тяжело бывает, очень-очень. Вот поэтому очень рады. Это уже в словах, не сказать, такое счастье для нашего села. В новом здании по плану построены несколько кабинетов. Смотровое, процедурное, акушерское. Здесь есть все необходимое для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, включая мероприятия по реанимации и интенсивной терапии женщинам в период беременности и родов. Еще один важный аспект – в амбулаторию могут обращаться сельхозпроизводители со многих районов республики, занятых отгонным животноводством на этой территории. Дорогие друзья, будем работать, будем помогать друг другу, будем поддерживать дальнейшее развитие и процветание Цумадинского района. Вам огромное спасибо всем, Магомед Майорбекович, вашей команде, за то, что своевременно построили данный объект. И будем надеяться, что таких объектов на нашем трудовом веку будет еще много. После официального открытия ФАПа представители власти с активом Цумадинского района провели рабочие совещания по вопросам развития сельских территорий. На встрече было отмечено, что Дагестан вошел в десятку регионов, где финансируется строительство именно сельскохозяйственных объектов. Я уже который раз подтверждаю, пожалуйста, наметьте любой объект, проектно-смертная документация, госэкспортиз, мы его включаем. Мы в этом году подали документы по Тулан-Дадар, мы готовы документы и по другим вопросам по комплексному развитию сельских территорий. Это приоритет федеральной власти, приоритет республиканского руководства. По итогам встречи обозначены дальнейшие мероприятия, которые будут направлены на развитие сельских территорий, в частности, Цумадинского района. Патимат Ханапова, Мурат Пикбарса, в новости ННТ, Цумадинский район. Новые автомобили получили сотрудники Северокавказского территориального управления Росрыболовства. Всего поступило 26 единиц техники. Таким образом, удалось существенно улучшить материальную техническую базу организации. Машины отличаются высокой проходимостью и предназначены для местности со сложным рельефом. Большая часть автомобилей останется в Дагестане, часть отправится в Чеченскую республику. Транспорт был закуплен Федеральным агентством по рыболовству. Уже надежно, когда хорошие машины, хорошая техника, аспешные все. Конечно, бывают сейчас такие, что гнаться и догоняем, и доказываем. Обновление парка, этот вопрос был актуален, потому что транспорт у нас был весь старый, он уже более 10 лет отработавший, и все сроки прошли. Я думаю, что мы заслужили этот транспорт, особенно наш инспекторный состав. Две победы и одно поражение. Махачкалинские футбольные клубы стартовали в первенстве ПФЛ зоны Юг. Анджи в Майкопе встречался с местной дружбой. Подопечные Артура Садирова четыре раза огорчили вратаря хозяев, пропустив свои ворота лишь один гол. Хэтрик на свой счет записал форвард Магомед Магомедов. С аналогичным счетом Махачкала на выезде уступила Машуку из Пятигорска. Столичный легион «Динамо» начинал сезон в родных стенах, обыграв Черноморец из Новороссийска. Единственный гол в матче был забит в добавленное время. По итогам первого тура первенства ПФЛ Анджи располагается на третьем месте в турнирной таблице. Легион «Динамо» на восьмой строчке, а Махачкала на пятнадцатой позиции. Популяризация спорта и укрепление дружеских отношений среди молодежи. Накануне в селе Хосрях Кулинского района прошли ежегодные спортивно-массовые мероприятия. Второй турнир по волейболу в памяти заслуженного юриста республики Абдурахмана Абдурахманова собрал восемь команд. Отметить день села и поддержать участников состязания приехали выходцы отсюда, проживающие в разных городах Дагестана и России. Здесь же сельчан угощали национальными блюдами, проводились также конные скачки. По словам организатора, замминистра Минсельхозпрода региона Эмиля Татаева, подобные мероприятия способствуют развитию сел, сдерживают отток населения из-за улов. По итогам захватывающих игр победителем волейбольного турнира стала команда «Сокол». Все призеры получили памятные награды и денежные премии. Впервые сегодня я вижу, что вот так собрались в одном селении столько молодежи. Надо сплотить молодежь, возрождение села, надо восстановить все, что было сделано нашими отцами, дедами. Так что очень приветствую такие соревнования, поддерживаю всячески. Молодежи спасибо, что так организованно пришли на сегодняшние мероприятия. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.